итак друзья имеется вот такой аппарат задача поставить на него рацию минимально куроча минимально разбирая все обзор с антенной для радиостанции у меня уже есть я дам ссылочку под видео но если получится еще раз сниму рацию предыдущий раз я ставил под сиденье очень неудобно вот здесь вот она нормально там встает крепится но сами понимаете между ног на ходу регулировать это нереально теперь я решил ее поставить вот сюда вот так как у моей радиостанции alan 78 плюс динамик находится снизу то взял вот две пенопластовые такие декоративные штуковины остались у меня от ремонта и скотчем прилепил их типа рельсов вниз вот так вот так вот я ее закреплю крепить буду очень легко купил широкую ленту резиновую в магазине для шитья прострочу две петли и снизу зацеплю за подлоконник с этой резинкой я уже проверил на легко подлокотник закрывается будет стоять и не шевелиться вы скажете что тоже не очень удобно во время движения регулировать что-то глядя назад но на крайняк можно штурману поручить переключиться ну или самому аккуратненько так ну как заготовку я сделал длинный шнур вот с таким вот разъемом разъемчик покажу вот такой вот разъемчик на шнурке это для плюса а минус чуть покороче в двойной оплетки закреплю где-то под сидением найду землю и закреплю теперь отправляемся под капот как видите особо дыр то и нет не хочется мне изучать строение подкапотного пространства чтобы провести плюсик салон от аккумулятора напрямую смотрим клемма здесь вот такая вот ничего особенного ну здесь есть куда закрепиться это не проблема так проложить проложить можно в салон через отверстие вот это под крылом если дверку открыть то можно видеть там вдали видите трещинки вот там можно просунуть провод единственное надо его как следует заизолировать сейчас покажу что я придумал для изоляции во первых двойной витой шнур для плюса и взял аквариумную трубку продел в аквариумную трубку она толстостенная и мягкая и достаточно плотная такая на конце припаял стандартный предохранитель поставлю на 5 ампер а это вот к аккумулятору клемма для гаражных нужд я купил себе вот такое чудо паяльник кто не знает вот паяльник который быстронагреваемый жмешь кнопку как у пистолетов курок он разогревается до нужной температуры очень удобная штука сейчас припаяем клеммочку предохранителя нашим вот нажали слышите как загуделом ведется на резкость увидели как он называется они такие были и советские макс хобби к сожалению советские сейчас очень много лет и мы не живы и очень тяжело достать они продаются там продаются очень дорого нереальная цена а это китай вот видите моментально разогревается и быстро появится то есть вот для гаражных нужд то что надо к сожалению я забыл очки сегодня и качество пайки не смогу увидеть как следует потом наденем термоусадочку сюда и все будет отлично вот так вот припаяли потом вот это все дело берем спирт смачиваем тряпочку и вот эту канифоль счищаем с места пайки спирт не жалеете все протерли все чистенько аккуратненько видите все мы теперь смотрим термоусадочку вот как раз это и пойдет кусочек отчикаем надеваем вот так вот сейчас нагреем ее вот так вот она не нужна не для красоты чтобы заизолировать меня стопайки все вот так вполне пойдет ну и соответственно копоть от зажигалки тоже можем протереть потому что якобы копоть тоже является проводнику все место подсоединение готово ну и так как пружинящая вставка находится у нас на противоположном конце предохранителя мы можем на сам колпачок вот так вот вот эта штука вот эта штука не моделялась по проводу вот видите вот свободно ходит так как нам этот вход абсолютно не нужен мы натягиваем термоусадку до упора и чуть-чуть греет вот так вот прогреваем без усердия правда ну вот вот видите как красиво получилось вот так вот далее идет ответственный момент так как мы не хотим чтобы сбросилось все что можно на машине мы откручиваем вот эту гайку накидываем ключом на 12 ослабляем ее прижимая саму металлическую конструкцию плотно к аккумулятору чтобы не было никаких вот сняли надеваем нашу клеммочку который к сожалению плохо лезет которую надо немножко рассверлить чем мы сейчас займемся обратно клемму накручиваем небольшой перерыв не получилось у меня рассверлить вот так вот раскусил гаечку загнул под 90 градусов чтобы был выход из вот этого подвальчика теперь повторяю держим железочку наизлом чтоб прижата была к массе надеваем гаечку и аккуратненько закручиваем все все затягиваем затягиваем качественно добротно наиплотнейший контакт вот видите вот закручиваем очень хорошо конечно чтобы не сорвать все теперь мы спокойно выводим наш в результате всего никому не мешая торчит вот таким образом показывая вот вот одной рукой не удобно показывает вот так чтобы вы поняли заглядываем сюда под крыло он вдали щелка там резиновый уплотнитель стоит вот просовываем контролку я просто взял кусок проволоки вот вот где выходит вот этот провод привязываем за него нашу конструкцию и протягиваем внутрь салона прошу прощения одной рукой снимать неудобно вот вот что получилось в результате вот так вот проходить будет провод да он будет прижать дверью вот так я его так сейчас пущу под резиночку результат покажу протаскиваем вот так вот одной рукой неудобно конечно резиночку ноготком приподняли и вот с таким вот изгибом сверху вниз вот так вот вот туда вот заправляем вот приподняли заправляем видите получается аккуратно очень не быстро но проложить нам вот видите вот даже вот так вот вот очень хорошо складывается все дальше уже пошел пластик под который мы сейчас просунем вот за краешек вот так вот вот и уходим под пластик под пластик прокладывать легко тоже все это делается вот одной рукой вот без проблем вот видите самое главное не торопиться радиостанция как я и говорил уже будет стоять вот так вот на подлокотники то можно чуть назад чуть вперед крепление позволяет поставив радиостанцию туда где она должна стоять пока я просто не креплю ее давайте займемся теперь проводами как пропустить на уровень пола чтобы они не мешались задним пассажирам хотя сзади сидеть дальней дороге у меня точно никто не будет но все равно мало ли что какие попутчики вот заднего сиденья очень удобно взять этот пучок проводов как пучок проводов землю и плюс который идет от радиостанции и пропустить ее его между подлокотником и сиденьем туда вниз там достаточно просторно рука туда свободно влазит вот такой вот аккуратненький вот 자 вот такую вот такую вот аккуратненько вот такой вот аккуратненько еще вот такой вот аккуратненький вот так вот такой вот аккуратненький и спокойно ему кладем самое главное не делайте с натягом вот пускай он спокойно лежит там никому не мешает просто у меня там еще и спокойно ему кладем самое главное не делайте с натягом вот пускаем спокойно лежит там никому не мешает просто у меня там еще обычно лежит насос это его штатное место но теперь начнем поиски земли откуда землю взять вот здесь под передним сиденьем водительским сразу есть маленький лючок из ковролина и там очень хорошая земляная клемма вот туда и подключимся необходим нам ключик на 10 без удлинителя лучше с трещоточкой но я взял обычный ключ не очень удобно одной рукой крутить другой снимать так что извините за то что на видео я смешу людей не могу попасть ключом на головку болта и сдержки перепроизводства ну все земля подключена надежно затянуто все лючок закрывается и все красиво смотрится ну можно считать рация к питанию подключена итак радиостанция установлена питание к ней подведено земля подключена так что теперь вот еще раз покажу как я ставлю антенну ту же позицию на то же место больше ничего не придумал хотел установить желоб но чего-то не рискнул я что-то менять сверлить рейлинги до сих пор не купил в общем пока не собрался носить принципиальные изменения установку антенну поставлю ее так же как в прошлом году так прокладка следующим образом значит цепляем сначала станции кабель потом делаем спуск под коврик очень удобно хотел снять показать вам как вот под ковриком лежит сюда вытягиваем как можно больше но чтобы само собой не в натяг был свободно вот видите здесь не найти свободно так хочу обратить ваше внимание как-то будет гибать вот этот задний порожек здесь вероятность выдрать вот этот вот клипс вот видите дальний столбик стой с дальней стороны вот вот так надо подсунуть ее и вставить в линище все кабель спрятан вот он выходит между сиденьем и левым бортом багажник вот здесь его можно закрепить как вам удобно вот так вот например и все вот это соответственно будет установлена как то вот так вот установлено через вот такую тряпочку то где то вот так вот будет стоять шнурки пойдут вниз крепление будет вот здесь вот как и в прошлый раз я ставлю антенну вот в такую позицию этими шнурками двумя я привяжу в качестве страховки вот кабель к этим кабелям проходящим вот так вот один здесь другой отсюда магнитные резиночки все нормально держится то есть в открытом положении где-то вот так может стоять можно еще чуть-чуть назад сдвинуть вот так само чтобы не цеплялся и закрывание вот так вот стоит антенна сейчас испробуем работу с ксв метром я не заснял у меня вот так изоленочкой помечено и пошли пробовать ну и в завершении делаем следующее берем штатный хвост вот у меня алан 78 вот от алана штатный хвост отрезаем его вот у меня штатный хвост этот был уже с вилкой под прикуриватель и паяем к нашим проводам следующим образом вот не разрывая провода зачищаем и зачищаем и накручиваем плюс на плюс минус на минус и потом изолируем изолировать изоленты здесь не наденешь термоусадки извините 3 руки нет вот что получилось вот у нас вот подходящий кабель от аккумулятора вот идет разъем для радиостанции а это вот штатные провода с предохранителем которые идут к прикуривателю естественно предохранитель вот от я вынимаю и прикуриватель будет лежать под сидением как запасной если что-то случится или не захочется подключиться в прикуриватель пожалуйста так ну и заключительный самый приятный момент берем радиостанцию вот наша ланчик и крепим следующим образом как я говорил я взял вот такую вот тесьму прожег в ней две дырки обжег края тесьму эту прикручиваю наши радиостанции сквозь дырочки так Продолжение следует... Устанавливаю ее чуть подальше. Вот так вот она стоит, никому не мешает. Сейчас я подключу ее к питанию. И контейнер. Так, берем... Берем тангенту. Вот. И смотрим. Так, наш 15 канал. Одна реклама идет. Так, шумомер. Шумодав. Да, шумодав схватывает уже, так скажем, на 3 часа. Вот он. И градусов 30 до конца остается. Так, по громкости сейчас. Ну, по громкости отличен. То есть, вот эта вот сель абсолютно не мешает настроятелю. Даже удавлять придется. Сейчас проверим, как она в работе. Ребят, помогите рацию проверить, кто меня слышит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Помогите рацию проверить, кто меня слышит. Раз, два, три. Раз-два-три Кто меня слышит? Тишина, видно, не сезон Ну ладно, проверим в дороге тогда Раз-два-три, раз-два-три Кто меня слышит? Помогите рацию проверить Меня на Щелковском шоссе Кто-то слышит? Реклама пошла Ну это в Лосино-Петровском где-то Раз-два-три, раз-два-три Вы можете рацию проверить? Раз-два-три, раз-два-три Это рекламщики Ребят, помогите рацию проверить Слышно меня? Раз-два-три, раз-два-три Раз-два-три, раз-два-три Раз-два-три, раз-два-три Раз-два-три, раз-два-три Ладно, проверим в дороге Потом отпишусь Вот так вот со стороны выглядит Не знаю Ну, конечно На вкус и цвет Това еще нет Но я считаю Неплохой вариант Вот смотрите Она достаточно крепко сидит Пожалуйста, открывается У меня здесь сетка еще натянута Но абсолютно не мешает Достаточно плотно Вот видите вот То есть вот так вот Она шататься вряд ли будет Вот так вот это выглядит Все, друзья Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не забудьте подписаться Иногда выкладывают что-то интересное Всего доброго! Спасибо за внимание!